Что такое фундаментальная последовательность? Если для любого даже будет числа y существует такое число k, что для любого n и для любого m, которое не меньше, чем k, выполняется какое неравенство? Меньше x. Мы в прошлый раз объяснили, что если имеются две фундаментальные последовательности, то подчленное их сложение, то есть новая последовательность, которая задана формулой, тоже является фундаментальной. Мы выяснили, что это то же самое про произведение. Следующий довольно естественный шаг – это сделать то же самое для частного. Давайте поймем, что нам нужно. Нам нужна некоторая последовательность, которая задана формулой a n-е делить на b n-е. И хочется доказать, что если вот эта последовательность фундаментальная, и эта последовательность тоже фундаментальная, то тогда и d n-е тоже фундаментальная последовательность. Мы хотим доказать, что если a n-е и b n-е фундаментальные последовательности, то это тоже фундаментально. На самом деле, совершенно очевидно, что это не правда. Почему, на самом деле, мы не можем гарантировать, что эта последовательность будет фундаментальной? По общей простой причине. Представьте себе, что a n-ая – это единица. Просто все подряд числа равны единице. Разумеется, последовательность фундаментальная. Представьте себе, что b n-ая – это одна n-ая. Тогда, когда единицу делаешь на одну n-ую, получаешь ответ n. Это полное безобразие. Потому что эта последовательность, конечно, сходится к нулю. А эта последовательность, наоборот, стремится куда? Бескать. Более того, можно, что называется, побаловаться. Смотрите. Эта последовательность постоянная. b n-ая – это единица делить на n. То мы получаем в качестве частного последовательность, стремящуюся к бесконечности. Так? Так. На самом деле, можно чуть-чуть поиграть и получить более-менее произвольную последовательность в качестве dn. Если сделать следующее. Если обе последовательности стремятся к нулю, то частное у них может выглядеть самым замысловатым образом. Мне кажется, это более непонятно, да? Например, если вы одну n-ую квадратную делите на одну n-ую, то вы получаете что? Вы получаете одну n-ую. Вы можете смешивать каким-то образом. В общем, если не добавлять ничего, кроме того, что эти последовательности фундаментальны, то просто теорема неверна. Потому что dn-ая может оказаться любой последовательностью. А вот если мы напишем еще одно условие. Предел последовательности bn не равен нулю. Ну, тут единственное, что надо сказать, вот так писать неграмотно. Дело в том, что мы уже обсуждали. Последовательность может быть фундаментальной, но не имеет предела. Помните, мы выписывали такое число? Ноль целых один ноль один ноль 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 один три нуля один четыре. Помните? Вот. Если в качестве членов нашей последовательности брать, что называется, начальные куски дегистичной записи, то понятно, что эта последовательность будет фундаментальной, но предела, рационального предела, не будет. Потом, когда у нас будут вещественные числа, мы, конечно, скажем, что у нее есть вещественный такой предел. Но пока-то этого нет. Поэтому мы должны каким-то образом то, что мы хотим сказать так, сказать как-то иначе. Мы должны как-то иначе сказать вот эту мысль, что последовательность не сходится к нулю. Это очень просто. Мы просто должны сказать, что среди ее членов есть большие числа. Согласны? Давайте я это объясню. Напомню, что значит, что последовательность стремится к нулю. Это значит, что для любого положительного числа епсилон существует такое k, что для любого числа, начиная с него, что выполняется? bn по модулю меньше епсилон. Согласны? Вот это значит, что последовательность стремится к нулю. А теперь, вот смотрите, забавная языковая штука. Я, помните, здесь написал, предел не равен нулю. Правильно? Так вот, смотрите, это случай, когда слово предел может вполне быть неопределено. То есть последовательность может быть фундаментальной, но не иметь предела. А вот целиком фраза, предел не равен нулю, это даже очень понятная фраза. То есть на самом деле неверно вот это утверждение. Не для любого епсилона существует k. Поняли? Мне нужно, чтобы это условие выполнялось. Не для любого епсилона существует k. Ну, вы помните правила, каким образом говорят «не для любого». Это что такое? Конечно. Существует такое положительное число. Дальше у нас не внеслось внутрь. Не существует – это что значит? Представляете, я напомню быстренько. Это синейтическое правило. Не для любого – это то же самое, что существует, а дальше идет от частицы нет. Правильно? И второе правило, тоже простое – не существует. Это что значит? Для любого. Для любого. Такое правило переноса. Переноса из одной части. Проноса не через квадрат. Так вот, существует такое число, что, внимание, для любого k не прошло дальше. Опять, что у нас? Существует n больше или равно k. Какое? Что не выполняется – вот это неравенство. Правильно? А что значит не выполняется – это неравенство? Это значит bn по модулю больше или равно епсилона. Вот представьте себе, что это у нас дано. Давайте я здесь напишу. Дано. Вот это вот условие. И дано то, что последовательности наши а1, а2, а3 и так далее, и последовательность b1, b2, b3 и так далее, эти последовательности обе являются фундаментальными. Нужно доказать такое утверждение, что последовательность а1 делить на bn тоже фундаментальна. А что если у нас bn? Абсолютно верно. Конечно, строго говоря, это утверждение просто наоборот не верно. Потому что последовательность b1, b2 и так далее может просто начинаться с нуля. Она может просто начинаться с одного или нескольких нулей. Ну или сначала не с нулей, потом а с нулей. И поэтому вот это выражение может не иметь смысла. Однако, всегда, когда мы говорим о фундаментальных последовательностях, всегда, когда мы говорим о пределах, вы должны понимать, нас интересует именно в основном последовательность. А первые 1, 2, 10, даже миллион членов нас вообще не интересует. Поведение предельное никак не зависит от ее одного или нескольких первых членов. Поэтому, когда мы пишем такого рода выражение и говорим, что это фундаментальная последовательность, нас совершенно не интересует, что несколько членов могут вообще даже не существовать. Строго говоря, нужно так сказать, начиная с некоторого места, вот это выражение имеет смысл и соответствующая последовательность является фундаментальной. Поняли? Ну давайте подумаем, как это можно доказывать. Помните, когда речь шла о произведении, то мы с вами доказывали такую важную лему. Поэтому любая фундаментальная последовательность ограничена сверху. Было такое? Да. Было. Примерно такую же роль сейчас у нас будет иметь другая, будет играть другая лимма. А именно, оказывается, что если выполнено вот такое вот условие, и последовательность Брэйден-Брэй и так далее фундаментальная, то эта последовательность отграничена от нуля. Что это означает? Это очень простая вещь, что есть такое число дельта больше нуля, что все члены последовательности по модуру больше дельта. Если Брэйден-Брэй и так далее фундаментальная, я напоминаю, что это то же самое, что сходящиеся в себе. Причем существует такое число эпсилон, что для любого натурального числа К существует такое натуральное число Н, что Н больше или равно К, и при этом Брэйден-Брэй по модулю больше или равно Эфсилон. Вот это нам дано. То. То. Вот эта вот последовательность наша отграничена от нуля. Существует такое положительное число, и существует такое число неправильное, что начиная с этого номера, начиная с этого номера, все члены последовательности больше, чем дельта. Хотите больше или равно, хотите больше? Без разницы. Можно дельта, если вы не жите. Смотрите, в чем разница. Здесь написано, что существует, то есть их бесконечно много таких номеров. А здесь написано, что все, начиная с некоторого номера. Если вы будете читать книжку Кириллова «Пределы», там есть два замечательных слова – «ловушка» и «кормушка». Вот. А именно, он там говорит так, не для того, чтобы ученикам стало понятнее. Вот представьте себе, есть какой-нибудь интервал или какое-то там другое множество. Он называет его ловушкой, если все члены последовательности, начиная с некоторого номера, тут задержатся. Он называет его «кормушкой», если последовательность бесконечно много раз в это множество заходит. Понятная идея? Ну, собственно, я все рассказал, осталось вам доказать эту лему. Пользуясь ею, мы очень легко разберемся с тем, почему частная двух фундаментальных последовательностей, где знаменатель не стремится к нулю, обязательно фундаментально. Поэтому, на самом деле, основная работа – это вот эта лемма. У нас в этой последовательности не может быть бесконечное число нулей. Формально говоря, ничему не противоречит. Понимаете, там же написано «существует N». Здесь не написано «начиная с некоторого места». В том-то и дело, даже с этим вам нужно бороться. Здесь написано «для любого К существует такое N, что начиная с него». Понимаете? Ну, если была в бесконечной последовательности нулей, то… Нет, секунду. А может быть так? Ноль или не ноль? Ноль или не ноль? Такое, априори говоря, не запущено. Ну, если фундаментальная последовательность бесконечного числа нулей, то ее предел – это ноль. Хорошо. Это верно, но это надо уметь доказывать. Ну, хорошо. Вот у нас выражение, которое означает, что у нас предел – ноль. Ну, если есть без «не», то это означает, что предел – ноль. Да, конечно. Ну, докажем, что если в последовательности бесконечное число нулей, то… То есть, фундаментальная последовательность бесконечного числа нулей, то… То ее предел – ноль. Да, да, и как? Ну, рассматриваем какое-нибудь описано больше нуля. Посмотрели. Напишем неравенство из определения фундаментальной последовательности. Какое там было неравенство? bn-е минус bm-е меньше ε, да? Да. И дальше в качестве вот этого bm-ного будем брать нули. Катя, понимаете, о чем я скажу? То есть, у нас их бесконечно много. Там уже какая история? Это должно выполняться для всех nm достаточно больших. Так отлично. А среди этих достаточно больших номеров мы предположили, что там бесконечно много нулей. Классно. Давайте и возьмем в качестве вот этих чисел тот самый ноль. И тогда получится, ну здесь, ну, ноль. Получится, что bn-е меньше ε. Это как раз то, чего там кончится. Согласны? Вот. Отлично. Доказали? Хорошо. Значит, наше число ноль и конечное число, начиная с некоторого момента, у нас идут только не нули. Да. Так. Я скажу, что тогда, если честно, вам сейчас надо воспользоваться методом противного. Вам надо абсолютно честно сказать. Предположим, что это утверждение неверно. И просто так же, как я там делал. Помните вот эту вот? Вот эту штуку я переписал в эту. Ровно это сейчас требуется от вас. Значит, давайте, значит, пишем. Да. Для любого дельта больше нуля. Совершенно верно. Так, господа, эта процедура довольно часто в анализе используется, когда вы просто, слушайте, пишите, что вы хотите доказать. И оказывается, что это ровно и есть то, что нужно. Сейчас. Из... Молодец. Не следует. Во-во-во, молодец. Не следует. Сейчас. Давайте это отдельно обсудим. Ребята, это опять вещь, которая будет часто встречаться. Ну, на самом деле, конечно, несколько лет назад мы обсуждали все эти логические вещи. Скажем, что такое, что такое не-не. Все помнят? Двойное отрицание. Что такое? Утверждение. 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 Это утверждение, да? Не-не. Это утверждение. А вот, что такое не следует? Представьте себе, у нас есть некоторое утверждение A. Из него следует утверждение B. А вот представьте себе, что НЕ следует. А может быть истинно, а АВ нет? Только не может быть, а должно быть. НЕ следует, это в точности означает, что А истинно, а АВ? Б ложный. Теперь стало лучше. Боюсь, что половина присутствующих путаются. Потому что вот это невежно только в Т, а А истинно, а В ложный. Ну, давайте вспоминать. Значит, следует ли из истины истина? Да. Следует ли из истины ложь? Нет. Да? Вот здесь нет. Хорошо. Из лжи что? Все следует. Ложь следует. И из лжи истина тоже следует. Так? Скажем, если единица равна минус единице, если бы так было, то тогда единица в квадрате равнялась бы минус единице в квадрате. Вы прекрасно знаете, что это неверно. А это что наоборот? Неборка. Отлично. Значит, Андрей правильно сказал, что не следует в одном единственном случае, а это означает вот такую ситуацию. Правильно? Значит, что мы сейчас делаем? Все наши логические вот эти вот штучки стираем. И в том месте, где он написал вот так вот элегантно зачеркнув, давайте сейчас напишем на самом деле то, что должно быть. Так, квантеры переписываем без изменения. Так, ребят, я уже говорил вам, что, конечно, в какой-то момент нам вот это надоест писать, там все эти вот предлежит N, принадлежит N. Будем это просто подразливать. Но пока не каладу уж. Ну, согласен. А как это сказать по-русски? Ну, существует N. N, принадлежащий N, такое, что одновременно и N. Паржу-тёс, кстати, да? Ну, в смысле, это то же самое? Нет, я знаю, я понимаю, что это то же самое. Это я понимаю. А вот как это сказать без вот этих вот для любого существует, для любого существует? Как это объяснить? Ну, вот, ну, не знаю, человек на улице. То есть, если мы вас не знали, что мы банили, если мы вас не знали, что мы с конечным опытом. Любого. Молодец! Ровно же, вот эта фраза. Ребята, умение переводить вот с такого языка на русский, это и есть умение понимать математический анализ. Как сейчас помню, когда я был студентом, у нас было много разных учебников по матанализу, в том числе был такой учебник Камынина. Ну, преподаватель, преподаватель. Он написал книжку. Книжка выглядела следующим образом. Теориема, точка. Дальше вот это вот, а несколько строчек. Доказательства, точка. Несколько строчек этого. Значит, запятая. Несколько строчек вот этого. То есть, человек самые простые русские фразы записал на этом языке, получилось страшно длинно и абсолютно неудобно понимать. Я не хочу сейчас его обижать никаким образом. Я понимаю, что человек старался. Но выучить анализ по этому учебнику было в принципе невозможно. Почему? Человек нуждается в понимании. Сейчас Андрей произнес точную фразу. Вот эта вот последовательность квантеров по-русски звучит так. Существует бесконечно много таких К. Это действительно очень важно. Поэтому, пожалуйста, как-нибудь себе это зафиксируйте. Таких Н, конечно. Существует бесконечно много. Существует бесконечно много таких Н, что... Ну и дальше вот неравенство, да? Хорошо? Это правда. Дальше. Да. Какое бы маленькое число к нулю мы не взяли, какое бы положительное число мы не взяли, у нас найдется бесконечно много таких... То есть любой интервал с центром в нуле является кормушкой. Да. Вот у нас есть нуль, берем интервалчик от минус дельта до дельта. Так вот, он является кормушкой. Там бесконечно много членов последовательности содержится. Да. При этом у нас последовательность фундаментальная. Да. И нулей не конечное число. Да, ну это... На самом деле, вы начали вот с этого про то, что нулей конечное число, это, конечно, в общем, доказательство особо не относится. Это вам нужно было так, чтобы размяться, чтобы вообще понять, о чем идет разговор. Дальше. Так. На самом деле, сейчас мы должны доказать такой факт, что если любой такой вот интервалчик является кормушкой, и при этом последовательность фундаментальная, то на самом деле любой такой интервалчик заодно является и ловушкой. Картинка, которая вам поможет, очень простая. Если у нас с вами есть вот такой интервал, и мы хотим доказать, что он ловушка, то смотрите, что можно сделать. Можно взять интервал минус дельта пополам, дельта пополам. Воспользоваться тем, что это кормушка, а члены последовательности далеко друг от дружки не убьют. И у вас все получится. То получится, что процент стремится к нулю. И что? Все. У нас было написано, что она к нулю не стремится. Что она может выйти за пределы, что вне любого интервала с центром в нуле, у нее бесконечно много членов. По определению фундаментальной последовательности, для... Выписывать его, да? Мы и так помним, что для любого положительного числа, начиная с некоторого места, члены последовательности отличаются меньше, чем на это самое положительное число. В частности, для дельта пополам. Да, и возьмем как раз вот этот интервал, как дельта пополам. Вот, соответственно, с какого-то k все остальные числа, m, если m больше равно k, и m больше равно k, то вся последовательность, что разница между... Так пишите, bn-bn по модулю меньше, чем дельта пополам. Дельта, то есть, ты начинаешь снизу. Меньше, чем дельта пополам. Да. Возьмем какое-то, которое попало в интервал между... Вот в этот интервал дельта пополам. Да. Вот. И поскольку оно отстает на дельта пополам, то оно и не выйдет за интервал дельта. Да. Спасибо. Вы абсолютно правы.